Всем привет! В одном из комментариев на моем канале был вопрос о том, как настроить горячие клавиши в планшете Artist 12. Полное название планшета вы сейчас видите на экране. Этот планшет я приобрела на Алиэкспрессе в феврале или в марте 2020 года. Тогда была скидка на него. Я взяла его где-то тысяч за 14. К планшету прилагается вот такое вот перо, ручка. Если хотите, вы можете посмотреть мой отзыв, написанный мною, который я оставляю на Аликоменде. На сайте Аликоменд к этому видео будет ссылка на мой отзыв. Итак, как же настроить горячие клавиши? Горячие клавиши находятся с левой стороны вот здесь. Шесть горячих клавиш и посередине тачпад. Тачпадом я пользуюсь для того, чтобы увеличить или уменьшить размер кисти. Или же ластика. Вот, к примеру, уменьшаю размер кисти, увеличиваю. Кстати, с другой стороны находится диджитал ластик. Вот, который точно так же можно увеличивать и уменьшать средний вот этой клавишей между кнопок тачпадом. Итак, как же их настроить? Для того, чтобы настроить клавиши, мы заходим вот в эту программу. Paint Tablet называется она. Открываем ее. Она у вас должна установиться вместе с драйверами. Когда вы подключаете первый раз планшет к вашему ноутбуку, смотрите, чтобы перед этим никаких драйверов не было на нее уже установлено ранее, то есть других графических планшетов. То есть драйвера на одном компьютере должны быть и для одного планшета. Когда вы установите драйвера, которые вы скачаете с официального сайта, адрес официального сайта можно найти в инструкции, которая прилагается к планшету. Когда вы зайдете на сайт, скачаете драйвера, установите, все это делается просто, у вас установится вот эта программа. Здесь можно настроить горячие клавиши. Пойдем сразу в горячие клавиши, нажимаем на кнопку горячие клавиши. Здесь есть, вот они обозначены, 6 штук. Можно переключиться на ролик. Ролик это вот тачпад посередине, ну то есть ролик. Их можно настраивать по отдельности. Переключимся на клавиши и вот K1, K2 и 6 штук. У меня уже вот они обозначены. Горячие клавиши и стоит каждая под ним. Вот здесь R, X, пробел, Alt, Shift и, то есть Ctrl и 0. Давайте посмотрим, как их можно настраивать. Открываем каждую и здесь смотрим. Настройка этой интерфейсе, запустить программу и горячая клавиша. Нажимаем на горячую клавишу и дальше смотрим. У меня стоит верхняя буква R, потому что мне так удобно. Как же ее поставить? Ставим сюда курсив. Ага, нет, вот здесь вот сначала нажимаем на клавиатуру. И тогда уже можно поставить то, что вам нужно. Я ставлю R. Нажимаю на ОК. Ну то есть у меня здесь я расстояла. Ну давайте посмотрим, попробуем что-то другое. Снова клавиатура. Ну допустим, здесь можно выбрать Alt, можно выбрать Shift и Win. Ну давайте попробуем выбрать Alt, щелкаем ОК. И вот здесь сразу видим Alt. Но я поменяю снова на R, потому что Alt у меня стоит ниже. ОК. И вот здесь не забываем нажимать на ОК. И здесь тоже. Дальше ОК. Снова открою Photoshop. И теперь расскажу, какие у меня горячие клавиши и для чего они нужны. То есть самая верхняя клавиша, это у меня R. Когда я ее нажимаю и удерживаю, я могу вращать изображение. По часовой стрелке, как мне надо. Так, дальше, когда вы ее удержите, вверху восстановить представление доисходного состояния. Нажимаем на нее, возвращается в исходное состояние. Так, вторая клавиша сверху, это у меня X. То есть по-английски как авиатуре. Что делает X? X это переключение цвета. Вот здесь, в этом углу, влевом нижнем, находится кнопка переключения цвета. Вот у меня стоит красный и белый. Я нажимаю, когда на эти на стрелочку, вот так вот уголком она сделана, тогда переключается цвет. Но если я буду нажимать на клавишу, то, соответственно, цвет переключается. Так, дальше клавиша третья сверху, это у меня пробел. Пробел отвечает за то, чтобы двигать изображение. То есть зажимаете клавишу, когда увеличено изображение. Вот, когда у вас увеличено изображение, открыто фотошоп, и вот так можно двигать. Дальше, как я уже сказала, тачпад, ролик, который точно так же настраивается в той программе, которая только что открывала. Когда вы приключаетесь на вкладку ролик, настраивается точно так же. Дальше клавиша alt. Мне удобно использовать клавишу alt, потому что, когда я нахожусь на кисти, я зажимаю клавишу alt и могу брать пробу цвета с любого участка изображения. Зажимаем alt. И вот, пипетка появляется, вы можете взять пробу цвета с любого участка изображения, которое вам нужно. И он появляется вот здесь. Дальше, control, следующая, предпоследняя кнопка. И последняя кнопка 0. Мне удобно эти две кнопки рядом, потому что сочетание клавиш, горячих клавиш, control, 0 отвечает за то, чтобы изображение увеличенное вернуть в исходное состояние. То есть зажимаем control, 0, и вот видим, что происходит. Оно возвращается как надо в обычный формат. То есть увеличенное, конечно. Control, 0. Control также нужна при трансформациях. Например, клавишу control, T, если зажать, к примеру, это будет трансформация изображения. Вот такие клавиши мне удобно здесь. Все остальные клавиши shift или еще какие-то клавиши, которые нужны, уже не помещаются сюда, поэтому я пользуюсь ними непосредственно на ноутбуке. Ну вот и все. Смотрите мой отзыв о данном планшете на iRecomment. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok